Здравствуйте! Это программа Город С. Я Елена Чернявская. По натуре он был поэт по профессии инженер, а по духу бунтарь. Речь идет о писателе-инженере Гарине Михайловском. Заедлые читатели знакомы с его произведениями детства. Тема – гимназисты, студенты, инженеры. Но писатель был слишком требовательным к себе и иногда восхищались его ранней повестью про мальчика Тему. Он пожимал плечами, считая, что про детей писать легко, и это подвластно всем. А вот что связывает с Самарой писателя Гарина Михайловского. Сегодня в нашей студии Оксана Носыч, методист Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы и Максим Павлович Сырников – правду к писателю Гарина Михайловского. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! Ну что же, Оксана, вы у нас частый гость в студии программы. Особенно, уж простите, пожалуйста, я поприветствую нашего сегодняшнего гостя, правнук, единственный правнук писателя Гарина Михайловского. И знаете, да, что 170 лет со дня рождения вашего прадеда. Что для вас лично эта дата? Расскажите, пожалуйста. Ну, я, с вашего позволения, сначала поправлюсь. Я не единственный правнук вообще, из ныне живущих единственный правнук. Так же получилось, потому что есть еще праправнуки. Что касается вот то, что связывает. Ну, во-первых, действительно, на мой взгляд, выдающийся писатель, безусловно. Как литератор, интересен по сей день и переиздаваем, и читаем, и знаком достаточно, так сказать, там, как бы тот же самый сюжет, пожалуй, самый популярный, который многократно, и даже мультфильмы снимали в советское время, и экранизирован вот этот «Из детства Тёмы» про трогательный рассказ, точнее, отрывок из «Детства Тёмы» про Тёму и Жучку. Ну, и помимо этого, еще, конечно, написано очень много, очень много сделано этим человеком. И не только как литератор, а как издатель, потому что тут еще надо сказать, что он еще и издавал журналы, при том даже его смерть была во время заседания, произошла вот в Санкт-Петербурге во время заседания редакционной комиссии журнала. Но, кроме того, человек еще оставил очень значительный такой вот след в России, как инженер-путеец. Он закончил в Санкт-Петербурге институт путей сообщения, инженеров путей сообщения, который еще ныне называется, и проектировал, ну, по всей России, не только в России, в том числе и на территории Болгарии, дороги железные, и опять же, не только железные дороги. Разумеется, работал и в Поволжье, и в Самарской области, в нынешней, тоже есть спроектированный им по сей день работа, это вот эти самые железнодорожное полотно, которое спроектировано Николаем Георгиевичем. Ну и Транссиб, конечно, как такое вот знаковое событие для России, для русской жизни конца 19 века, начала 20 веков, не просто работал про проектирование Транссиба и строительство Транссибирской магистрали железнодорожной, но еще и показал место, определил место самое удобное, самое экономичное и самое, ну, вот, как оказалось, такое перспективное для строительства моста через реку Обь в таком затерянном месте достаточно. Но сейчас около этого, там, где вот этот мост, и, правда, он уже там новый стоит мост, а от того осталось только, от исторического моста остался кусочек на память, оставили, находится город Новосибирск, третье по населению город страны, в начале своего существования Новониколаевск. В общем, заслуга Николая Георгиевича Галина Михайловского именно в определении этого места и в создании города, последствия вот Новосибирска, она, конечно, абсолютно несомненна. И даже центральная площадь носит имя Галины Михайловского Новосибирск. Да, мы с Оксаной Владимировной говорили об этом и, да, говорили о том, что, конечно, талантливый человек талантлив во всем, но вот скажите, пожалуйста, 170 лет с дня рождения писателя, и с Максимом Павловичем Сырниковым и с внучкой мы поговорим, да, чуть позже, но они приехали не случайно в наш город, именно в эту дату, и очень большая организация легла на плечи ваши. Расскажите, где можно будет еще встретиться, пообщаться, ну и, конечно, узнать много больше, чем мы узнаем сегодня вот в такой короткий промежуток передачи. Дорогие друзья, мы, в свою очередь, Самарская муниципальная информационно-библиотечная система и Центральная городская библиотека имени Надежды Константиновны Крупской, где пройдет завтра, кстати, серия мероприятий, посвященных Галино Михайловскому. Очень рады приветствовать настоящих потомков, свидетелей этой семейной хроники, хранящие воспоминания и память об этом замечательном человеке. И завтра мы ждем в гости Максима Павловича и Ирины Юрьевны, где они увидят выставку, документальную выставку, посвященную инженерной деятельности и литературному творчеству Николая Георгиевича, поскольку они неотделимо оказались друг от друга. Он часто писал в пути, и я хочу вот сейчас как раз немножко прокомментировать по поводу города Новосибирска. Какое-то время тому назад, когда у нас в силу всевозможных изменений поднимался вопрос о переоценке ценностей, вы знаете, да, есть такой момент, прозвучали некоторые сомнения по поводу участия Николая Георгиевича в этих изысканиях. Сказали всевозможные версии, действительно, в Новосибирске разгорелся целый даже спор на эту тему, но новейшие исследования и работа ученых подтвердили, подтвердили, что действительно существовали эти изыскания, и что существуют документы, архивные документы, которые это подтверждают. И мне бы хотелось нашим дорогим слушателям тоже прояснить этот вопрос. Это действительно очень важно, поскольку Николай Георгиевич внес как изыскатель неоценимый вклад. Многие из дорог, которые тогда строились, узкоколейки так называемые, они не сохранились до наших времен. Но заслуга не в том, что сохранились они или нет, а сохранились пути, о которых как раз говорил Максим Павлович. И если бы этих инженерных изысканий, этих проектов, которые экономили огромное количество государственных средств, если бы их не было, если бы не ходил там человек с приборами и не вывешивал, как говорили, да, из технологии, не вывешивал эти линии, о которых писал Николай Георгиевич в своих записках, в своих комментариях и так далее, то и этих бы дорожелезных дорог не было сейчас. Мы бы с ними, по ним бы не передвигались и не было бы Транссиба. Да. Да, Максим Павлович, ну вы в некотором роде, да не в некотором роде, а в прямом смысле, лично мой коллега, вы телеведущий программы «Монастырская кухня». Скажите, пожалуйста, как случилось так, что вы выбрали эту профессию? Ну, я по специальности шеф-повар и, ну, довольно давно интересовался традиционной русской кухней, и, ну, в том числе и монастырской кухней, написал несколько книг по истории русской кухни. Ну, и вот так случилось, что меня предложили, там, лет пять назад рассказывать об этом по телевизору, чем я по сей день и занимаюсь. А вот у меня есть такая цитата, что о вас говорят, что вы за грамм мяса в пирожке можете разглядеть историю, культуру и сам дух нации. Вот действительно ли это так? Может быть, поделитесь какими-то лично вашими секретами? Ну, это сказано человеком такого художественного склада. Ну, а поэтому, так сказать, тут такое художественное немножко привлечение, конечно, за граммом мяса в пирожке многое можно узнать, но все-таки, так сказать, наверное, не характер народа. Хотя, да, конечно, национальная кухня, безусловно, она определяется этим самым характером народа. Это вообще через кухню, через национальную такую кулинарию, через еду, которая присуща на определенной территории определенному народу, конечно, можно очень многое сказать про этот народ. И что касается русской кухни, то как раз она вот и в полном объеме может определить, так сказать, вообще, что мы за люди-то такие. И довольно компрометарно, так сказать, как мне кажется, в этом отношении все. Так что вот я думаю, что национальная кухня – это то, что меня всегда интересовало, то, чем я, собственно говоря, и делаю. Но вы сейчас говорите, национальная кухня – русская кухня. Но можно ли говорить, что национальная кухня равно монастырская кухня? Нет, конечно. Нет, конечно. В чем отличие? Почему выбрали именно это направление? И вот, может быть, какие-то явные такие отличающие черты вот именно монастырской кухни от кухни русской? Вы знаете, в чем дело? Вот когда меня спрашивают, что такое монастырская кухня, и вот какие-то про особенно, если спрашивают про традиции монастырской кухни, немножко вот вопрос, ставящий в тупик. Потому что, вы понимаете, во время советской власти были закрыты все монастыри на территории нынешней Российской Федерации за исключением Псково-Печерского. То есть работал единственный монастырь. Поэтому говорить про преемственность, ну да, начали где-то с конца 80-х, особенно бурно, там, 90-е годы, начали восстанавливаться какие-то монастыри, приезжать новые насильники, освещаться заново там. И монастыри прежние начинали становиться новыми монастырями. В полном смысле этого слова. Но никакой преемственности уже не было. Потому что приходили люди, прежде мирские насильники, которые готовили, да и готовят. В общем, то же самое, что готовят по всей стране, во всех семьях. Я очень много езжу по монастырям, и при том вот именно как раз знакомлюсь с тем, что там готовят. Чаще всего, я без какой-то такой вот негативной, негативного знака какого-то говорю, просто это факт, что за столом в монастырях, в трапезнах, это те же самые там салатики с майонезом, с постом или не с постом, если поста нет, это пирожки традиционные, которые во всех семьях пекли, по крайней мере, это какие-то там на праздники тортики Наполеон там и прочее. А как же щи да каша? Ну щи, разумеется, конечно, щи да каша, да, конечно. Вот на Валааме, в Валаамский монастырь готовят так называемые валаамские щи, которые действительно имеют, это редчайший случай в нынешней монастырской жизни, когда блюдо действительно имеют традицию многовековую. Именно вот для конкретного места, для конкретного монастыря так называемые валаамские щи – это щи из квашеной капусты с белыми грибами. На Валааме всегда было очень большое количество белых грибов. Спасибо большое. Оксана Владимировна, ну что же, вы традиционно принесли к нам в студию книги, и одна из них – «Монастырская кухня» Максима Сырникова, да? Я хочу сейчас показать нашим читателям и нашей библиотеке, Центральной городской библиотеки имени Карнадежды Кассатино-Крупской, и в целом нашей системы СМИРС, новые книги, в том числе Максима Павловича Сырникова «Монастырская кухня». И мне бы хотелось сейчас сразу спросить, Максим Павлович, а какой вот ваш любимый рецепт из этой книги все-таки? Ну есть же такой. Ну, я тут же замечу, что эта книга написана вдвоем с моим соведущим, дорогим Олегом Робиновым, культурологом, историком, москвоведом. Поэтому тут такое-то совместное творчество. Но что касается, да, того, что касается еды, это написал я и рецепты, а мои, в том числе, авторские рецепты, я не могу назвать какого-то конкретного рецепта. Ну, наверное, вот я сейчас смотрю на обложку собственной книги и вижу на обложке, например, куличи пасхальные. Но вот раз в год приготовить очень вкусные куличи по хорошему рецепту, правильному, из хороших продуктов, это, конечно, праздник. Ну, какой-то другой день там можно ищи, съесть с большим удовольствием. Поэтому мне кажется, что чем проще еда, тем она лучше и вкуснее, особенно если она приготовлена с каким-то старанием и умением. Ну что же, спасибо большое. Первая часть нашей программы подходит к концу. Коротенькое, заключительное слово. Ну, во-первых, я знаю, вы не первый раз у нас в городе. Нравится наш город? Красивый? Очень нравится. Притом, я последний раз был здесь 12 лет назад. Меня, кстати сказать, приглашали на Масленице готовить блины на вашей центральной площади, которая... Я думаю, не стоит отказываться, обязательно нужно принять. Нет, я вот 12 лет назад меня приглашал в городе, я 12 лет назад лету специально приезжал, рассказывал про блины на центральной площади на Масленице и готовил их. Вот, но действительно, это не какой-то дежурный комплимент. Я вижу, что Самара становится еще краше, чище. Лучше, приятнее. И я с большим удовольствием вчера прогулялся, насколько мне время позволило, по улицам. И мне очень-очень нравится. Мы ждем Максима Павловича завтра и с Ириной Юрьевной у нас в ЦГБ имени Надежды Ксатины-Крупской. Мы пообщаемся, и также посетители смогут тоже пообщаться, да, с нашими дорогими гостями, и в том числе на круглом столе. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо большое. Ну, а мы продолжим через пару секунд. И мы продолжаем разговор. Следующие гости в студии. Ирина Юрьевна Неуструева, внучка писателя Гарина Михайловского и Михаил Перепелкин, филолог-краевед. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну, что же, Ирина Юрьевна, первый вопрос у меня к вам. Я, наверное, хочу вас спросить о том, вот в чем, на ваш взгляд, все-таки секрет литературного мастерства вашего деда, известного писателя Гарина Михайловского. В этом году мы отмечаем 170 лет со дня его рождения. Спасибо. В Самаре очень тепло вспоминает Николая Георгиевича, и это очень приятно. Я думаю, секрет его мастерства писательского в том, что он очень любил людей. И он близко к сердцу принимал все переживания и свои, и своих детей, и своих родных, и своих коллег. И, отзываясь сердцем на все события жизненные, он находил слова, которыми можно выразить все эти переживания. Это не каждому дано. И в этом и заключается главная его особенность. Да. Спасибо. Михаил, ну что же, расскажите, пожалуйста, как давно вообще вы изучаете творчество и биографию Гарина Михайловского. И скажите, пожалуйста, как вы встретились с его родственниками? Я так полагаю, что сегодняшняя встреча не первая, ну и, наверное, не единственная. Знаете, я бы хотел сказать о том, что вот сегодняшние наши встречи и с Ириной Юрьевной, и с Максимом Павловичем, и их встречи с Самарой, это, во-первых, огромный, мне кажется, праздник. Для Самары прежде всего. Это событие, совершенно точно не рядовое событие, которое Самара будет вспоминать, да, школьники, которые присутствуют на открытии памятника, скульптуры будут вспоминать. Ну и мне бы хотелось сказать о том, что вот этот праздник – это результат огромного труда моих предшественников, музейщиков прежде всего, филологов, краеведов, людей, которые в течение десятков лет, десятков лет, начиная с 40-х годов, с конца 40-х годов, когда Гарином начали заниматься в Самаре, проделывали, ну, вот действительно колоссальную работу по сбору материалов, по изучению материалов, по популяризации творчества. Вот так вот я начал заниматься. Ну, это ясно, Михаил, но, оказывается, пик этого интереса пришелся на 2022 год. Я так понимаю, что вот приехали родственники, и организована такая встреча, и целый цикл мероприятий, посвященный памяти, в первую очередь, писателя. Как вы считаете, почему на сегодня этот писатель так актуален? Ну, понимаете, какое дело? Смыслы, если это настоящие смыслы, можно о них там позабыть на время, можно сделать вид, что их нет, но они сильнее беспамятства. И вот Николай Георгиевич Гарин-Михайловский, его творчество – это вот такой смысл. Он необходим Самаре, он необходим самарцам, даже не ради него. Я очень люблю то, что пишет Николай Георгиевич, но даже не ради, не только ради него. Самаре это необходимо, чтобы быть не местечковым городом, чтобы быть не провинцией 22-го масштаба, а чтобы быть городом думающим, городом помнящим и городом, идущим вперед. Вот не могу с вами не согласиться. Ирина Юрьевна, но ведь известно, что многие сюжеты, Гарин-Михайловский, ваш дед, брал из жизни. Вот так ли это? Да, безусловно. Собственно говоря, любой его рассказ, и не говоря об этой тетралогии, начиная с детства, Тема, это все, можно сказать, автобиографические заметки и произведения. Он сумел свою жизнь отразить в этих повестях, которые теперь читаются с большим интересом. И очень приятно, что новые-новые поколения читают его книги. И рассказы, посвященные детям, исповедь отца, адочка, все это им пережито и близко к сердцу воспринято. И поэтому они тоже производят такое сильное впечатление. Вы помните, когда произошло ваше первое знакомство с творчеством вашего деда, и какое впечатление оставил на вас тот рассказ, который вы прочли первым? Ну, конечно, Тему и Жучку мы вырочили первой и заливались слезами, представляя себе этот героический, можно сказать, поступок маленького Темы, который спас любимую собачку. Потом нам читали родители и сказки корейские, и рассказики такие тоже детям посвященные. А потом уже я полностью прочла детство Темы. У нас была книга в черном Софьяновом переплете «Золотым обрезан детство Темы». Только хотела спросить, остались какие-то подлинные рукописи? К сожалению, этой книжки у нас теперь нет. Кто-то зачитал ее просто. Но я хорошо помню этот том, и чтение этой книги, и переживания, что бедный Тем все время попадал в какие-то ситуации непредвиденные, и приходилось ему переживать и за себя, и за своих товарищей. Михаил, каким вопросом посвящена ваша коллективная монография о Гарине Михайловскому? Значит, монография – это пишется. Я очень признателен в этом смысле. Ну, во-первых, своим коллегам, которые на мою вот эту инициативу отозвались, отозвались и включились в эту работу, оказалось, что людям и есть что сказать о Гарине, и очень хочется подумать о Гарине, потому что, думая о большом художнике, мы, конечно, думаем о себе сегодня. И вот, думая о Гарине, мы думаем о мире, мы думаем о себе в этом мире. И я, конечно, очень признателен вот Ирине Юрьевне за совершенно, мне кажется, очень тонкую вступительную статью, которую написала она, и, я так понимаю, благословили, да, и другие потомки Николая Георгиевича. Знаете, вот я с позволения Ирины Юрьевны хотел бы процитировать маленький кусочек вот этой вот нашей будущей вступительной статьи к нашей монографии. Ирина Юрьевна рассказывает, как она услышала слово «Самара» в первый раз, где оно появилось. И вот говорит о том, что, Ирина Юрьевна, если я что-то там перепутаю, исправьте меня, что это была война, что это была блокада. Ирина Юрьевна – блокадница, она пережила блокаду от и до в городе, на Неве, да, и бабушка Ирины Юрьевны, самарчанка, уроженка Самары, Мария Васильевна Прохорова, рассказывала своим внукам голодным, да, необогретым, сказки. Но только это была не сказка «Каек-горбунок», а это была сказка про прекрасный, теплый, светлый город Самару. Мне кажется, вот совершенно потрясающая такая статья, и мне кажется, что вот когда книжка эта появится в этом году, к концу этого года, Самара и про себя саму узнает, что она прекрасная, теплая и солнечная. Вы не хотели пойти по стопам Гарина Михайловского, вашего деда? Почему вы не захотели стать писательницей? Ну, мама брала нас с собой в экспедицию, когда мы учились еще в школе, потому что летом нам некуда было деваться. Отец наш погиб на фронте в 41-м году, и мама, вот оставшаяся с двумя детьми, пыталась нас как-то разнообразить летнее время, и брала с собой в экспедицию. И мне очень понравился этот образ жизни. Поэтому я так... Это же тоже все гаринские профессии. Да, конечно, конечно. Да, он тоже был путешественником. Он был путешественником, инженером известным, да. Ну, не сочтите мой вопрос, не знаю, как сказать, может быть грубым, но 170 лет пройдет. Михаил, как вы считаете, вот память поколений о Гарине Михайловском продлится дальше? Продляется или не продляется память, и о чем она будет продляться, зависит от тех, кто понимает, что это должно быть, да, или не должно быть. Мне кажется, что вот то, что сегодня все эти события происходят, мы открываем замечательную скульптуру, Тема и Жучка, да, свидетельствует о том, что память живет. Я очень признателен городу, я очень признателен Александру Евсеевичу по Хинштейну, по инициативе которого открывается. Это великолепная скульптура, посвященная литературному произведению. Город становится богаче. И я и надеюсь, и своей стороны проделаю все усилия для того, чтобы эта память была жива. Я убежден, что мы откроем мемориальную доску на доме, где жил Николай Георгиевич Гарин Михайловский в Самаре. В протяжении скольких лет? Ну, в этом доме он жил недолго, а с Самарой связано 20 лет жизни Гарина Михайловского. Тем не менее, у нас есть дом, где жил он, где жила его семья. Мне кажется, что Самара должна для себя вот это вот помнить. И я думаю, я убежден, что мы откроем музей Гарина Михайловского в деревне Гундаровка, о которой написано несколько, две, по крайней мере, тончайших повести. А у вас есть ваши единомышленники вот в ваших, ну, не начинаниях, да, а в продолжении вот вашей деятельности именно по Гарину Михайловскому? Меня учили любить Гарина мои учителя. И я учу своих учеников. Я бы вот так сказал. Единомышленники есть, единомышленники будут. А, Ирина Юрьевна, скажите, вот какое произведение вашего деда, самое любимое вами, ну, и, конечно, почему? Все-таки остается детство Темы. Еще я очень люблю, конечно, его записки, ну, то есть не записки, а книгу путешествий по Корее, да, и Леодунскому полуострову, да. Тоже такая героическая страница его жизни. Очень интересны его заметки о кругоцветном путешествии. Он очень тонко схватывал особенности разных национальностей, вот представителей народа. Там у американцев он сразу подметил вот такую практическую деловую хватку у других, там их особенности, и про англичан он интересно написал. Угадан национальные читы, да, про акциональную национальности. Да. И о французах, в общем, очень меткие замечания. Как-то он недолго там был, ну, так вот, за один раз он проехал весь свет, можно сказать, с Дальнего Востока, с Сан-Франциско, потом Нью-Йорк, и потом вернулся через всю Европу в Петербург. Вот. И везде он подмечал самые характерные особенности и нации, и образа жизни, и архитектуры, в общем, очень тонко чувствовал и глубоко мыслил. Можно я по слову скажу? Да, конечно. Гарин Михайловский, Николай Георгиевич Михайловский написал самое первое художественное произведение о Самаре. Это мы должны помнить. В сутолуке провинциальной жизни этот цикл очерков, написанный в конце 90-х, в начале 99-х годов. Это самое первое портрет Самары в художественной литературе. Мне кажется, что самарцы должны наизусть выучить эту книжку. Ну, а, кстати, к слову говоря, чтобы вы посоветовали почитать из-за Гарина Михайловского. Ну, вот с этого бы я начал, потому что самарские улицы, самарские дома, самарские площади, самарский губернатор, предводитель дворянства, да, там, Тейтель, судебный следователь, там Самара живет, она там говорит, да, поэтому, ну, самарцам с чего же начинать читать Гарина. Ну, вы так легко говорите, Михаил, как будто эти произведения вот прям, ну, в шаговой доступности. Ведь нет же? Или все-таки можно найти какие-то материалы, где у нас предоставлены вот книги, воспоминания, очерки? Ну, во-первых, в 57-58 годах был издан большой, слава богу, пятитомник, не всем так повезло, Гарину Михайловскому повезло. он переиздавался. Он переиздавался, и позже избранные сочинения выходили и в Куйбышеве, выходили, ну, и я думаю, что Самара вот перечитает и возобновит переиздание Гарина Михайловского. Ну, что же, время наше подошло к концу. Спасибо вам огромное за участие в программе. Я не могу не спросить вас о впечатлениях о нашем городе. Что особо понравилось, что уже успели увидеть, ну, и впечатлиться? Ну, во-первых, люди, которые нас встретили, и замечательно, тепло, и сразу на душе тоже тепло стало. В городе мы видели в основном улицу Куйбышева, где сохранились замечательные особняки старинные, очень уютные, красивые. Ну, проехали мы, конечно, и по другим районам, но там больше преобладают уже новые дома. Ну, прекрасное впечатление оставляет город своим гостеприимством, теплотой и красотой. И приезжайте к нам еще и еще. Ну, и заключительное слово, Михаил, да, что бы хотели пожелать нашим телезрителям, как раз вот, коль уж мы говорим сегодня о таком замечательном писателе, который оставил, конечно, неизгладимый след в истории нашего города. Я пожелаю телезрителям открыть для себя и этого писателя, и открыть себя в этом большом художнике и в этом человеке, в которого нужно нырять и нырять, погружаться и погружаться, и себя, себя понимать, да, понимая, читая Гарина. Спасибо вам огромное. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу Город Эсс. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова